Забайкалье вымирает. Сотни людей погибают от суррогата, и это уже не вымысел, а неумолимые цифры официальной статистики. Только за последние два года от паленого спирта погибли почти 600 человек. Это население небольшой забайкальской деревни. Недавние события в селе Красный Великан, где от отравления китайским спиртом скончались 14 человек, еще раз подтверждают, что край захлестнула волна алкогольного террора. Все это связано с пьянкой. Я это расцениваю как самый настоящий террористический акт в отношении наших жителей. Ни для кого не секрет, что сегодня в селе каждый третий злоупотребляет алкоголем. Устроиться на хорошую работу – предел мечтаний. Отсюда отсутствие денег и низкий уровень качества жизни. Многие существуют на социальные пособия и пенсию. Оставшиеся крохи тратят на китайский спирт. Очень много неработающих, употребляющих. Ну, просто так. Вечером в компании с друзьями посидеть. Суббота, выходной день. Кто-то, наверное, получил детские. Ничего можно в деревне отмечать. Бутылка есть, вот ее отметили. Новый день можно искать. Всего на сегодняшний день за Байкале на учете с диагнозом алкоголизм состоят более 16 тысяч человек. Как признаются специалисты, в целом распространенность алкоголизма в крае выше, чем в среднем по России, на 10%. Хватает 5-7 лет, чтобы человек при злоупотреблении алкоголем получил заболевание, по крайней мере, первую стадию алкогольной зависимости. Нередко мы встречаем среди наших пациентов тех, кто свою неустроенность прячет в забытье, забытье, принимая очередную дозу алкоголя. Очередная доза алкоголя и стала причиной массовой гибели людей в Красном Великане. Выпивая рюмку уже привычного спирта из Поднебесной по 100 рублей за полулитра, люди и не думали о том, что становится на шаг ближе к смерти. Так, метиловый спирт – это бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом. Значит, опасен прием 5-10 мл этого вещества, а прием 30 мл и более может быть смертелен. Значит, какие симптомы отравления? Тошнота, рвота, выраженные боли в животе, выраженные боли во всем теле, нарушение зрения, по типу мелькания мушек перед глазами, двоение, неясновидение предметов. Чтобы коренным образом изменить ситуацию и дать отпор алкогольному террору, нужны жесткие меры по отношению к торговцам спиртным из-под полы. Существующими штрафными санкциями сельских барыг не напугать. А значит, нужно внести изменения в законодательство, ужесточить контроль за незаконным ввозом спиртного из Китая. Главную роль в этом, конечно же, отводится полиция. Слабо верится в то, что участковый не знал, в каком доме Красного Великана торгует спиртом. А если и знал, то почему не было проявлено должного внимания к торгашам? Для того, чтобы подобная трагедия не повторилась, мы обратились к китайской стороне, для того, чтобы они ужесточили меры контроля на таможне. Потому что есть подозрения у правоохранительных органов, что эта зараза пришла с китайской стороны. Безусловно, что это проблема социальная. И с этой проблемой должны бороться не медики, не врачи, не медицинская общественность. Это проблема общества. Речь идет, конечно же, о создании условий для населения, для жизни, для быта, для работы. Но какие бы меры борьбы не предлагали чиновники, правоохранители или же врачи, все усилия окажутся напрасными, если у самих селян не появится желание отказаться от рюмки. Сами же виноваты. Сами же берем-то с одной стороны. Нас же за шею не держат. На, бери. Андрей Коптеев, Анна Кулигина, Вадим Стутлаков, ЗАПТ-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok